Если вы обратите внимание, плюсы были, да? И действительно, председатель краисполкома назначал всех глав исполнительной власти в районах города Красноярска. Но там существовала система контроля, которая не позволяла ему произвольным образом подойти к этому процессу. Я так хочу, да? Это партийный орган. Как бы мы не критиковали, это был тот орган, который надзирал. И если глава исполнительной власти не выполнял бы волю народа, и по нему прошла хотя бы одна жалоба, сначала бы занялся организационный отдел партийного органа, затем партийная комиссия и Николаю Федоровичу Татарчуку, положим, который назначал либо Валерий Иванович Сергеенко, да? Сразу бы прилетело поручение вообще расставаться с таким менеджером. Наш зритель Сергей с таким мнением, выборность что надает? Если человека назначат, его могут уволить и снять с поста, и сделать это незамедлительно. А если вы выбрали, он и будет весь срок. Можно я здесь отвечу? Очень важный, на самом деле, нюанс. Как раз Александрич в начале нашей беседы уже про это сказал. Смотрите, что получится, когда будут назначать сити-менеджеры, на которых фактически на этой фигуре будет сосредоточено все оперативное управление Красноярском. Он будет отвечать только перед тем, кто его назначил. То есть мнение жителей его будет интересовать поскольку-постольку, потому что он перед ними ответственным совершенно не будет. И в этом плане, да, конечно, если он там справляться, не будет, но губернатор как раз выборная будет должность, и, наверное, в каких-то политических моментах он поймет, что вот у него было неудачное значение. Но зачем эта чехарда нужна? То есть если сейчас человек на 5 лет пришел, мы знаем, что мы в любом случае сейчас с Агбулатова спрашиваем за, не знаю, там, плохую работу с луж, там, еще за что-то, да. Как мы с этого сити-менеджера спросим? Через депутатов? Сначала вы придете к своим районным депутатам, их там человек 30, да, будет. Этот самый районный депутат, как он вообще-то сигнал донесет? Очень будет длительное прохождение. Ну, то есть я вам скажу так, еще раз повторю, власть городская, муниципальная должна быть простая, понятная и доступна. То, что нам предлагается, это крайне сложная и неправильная система. У нас остается совсем немного времени, и вопрос такой. Вот сейчас, если примут в таком виде этот законопроект, что будет? Распустят горсовет и снимут мэра? И вообще нужна ли вот такая шумиха? Сможем ли мы сейчас на этом этапе повлиять на судьбу вот этого процесса? Сегодня состоялось заседание Краевого координационного совета, где обсуждались вот эти вопросы именно. В этом законопроекте заложено достаточное количество полномочий, которые будут определяться законодательным собранием Красноярского края. Я верю, ну, во-первых, в здравый смысл депутатов Государственной Думы, которые по-серьезному подойдут к тем замечаниям, которые в результате общественного обсуждения, внесенного, к сожалению, законопроекта, потому что можно было сначала обсудить его на территориях, на местах, положим, да, собрать по нему предложение, внеси его в совершенствование, положим, ну, хотя бы опробировать практику работы сети менеджеров, где она есть на территории Российской Федерации, и показать, а в чем же преимущество именно этой работы. А потом уже вносить в Государственную Думу. Поэтому я полагаю, либо этот законопроект претерпит значительные изменения, которые позволят не ломать существующие системы управления муниципальными образованиями, подобными городу Красноярску. Надо ли эти условия? Я могу сослаться на мнение руководителей крупных городов Сибирского федерального округа и Дальневосточного. Есть такая ассоциация АСГД, вы, наверное, знаете. Недавно проходило такое совещание. Никто из лидеров крупных городов, Новосибирска, Томска, Иркутска, Улан-Удэ, не высказался за то, чтобы поддержать именно положение этого законопроекта. Я вам скажу так, если этот закон будет принять, лучшего подарка для оппозиции не придумаешь. Потому что не было у нашей оппозиции какой-то нормальной идеи, особенно на муниципальных выборах, это все время они чего-то там искали. А тут будет отличная идея. Они придут на любые выборы, хоть районные, хоть горсоветы, и скажут, товарищи, мы пришли, чтобы вернуть вам прямые выборы. Не голосуйте за тех, кто принимал этот закон, а голосуйте за тех, кто вернет прямые выборы. Все. Что касается по срокам, здесь Александр Александрович абсолютно прав. Пока, насколько я понимаю, речь идет о первочтении и так далее. Наверное, какие-то изменения будут носиться. Насколько я слышал, там вроде будет переходный период, 3 года. Но не знаю насчет переходного периода. Проблема-то в том, что, вы знаете, муниципально вот эту систему трясет этими реформами уже 10 лет. Если они опять еще 5 лет будут трясти, а потом все равно вернутся к прямым выборам, но, на мой взгляд, это будет упущенное время. Более того, время упущенное для развития вот этих самых крупных городов. Александр Александрович, жалко пост свой будет терять? Делать еще... Если вдруг. Очень коротко, у нас буквально несколько... Во-первых, я его не теряю, да. Никто еще не сказал о том, что это будет и кто это будет. Все равно будут выбираться депутаты, да. Только функции поменяются совершенно. Глава города будет руководить городским советом. Да? Положим, да? Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях были председатели Красноярского городского совета депутатов Валерий Ревкутс и политолог Александр Чернявский. Спасибо, что пришли к нам в эфир. Я думаю, это не последний эфир на эту тему.